Я терпела и думала, что это конец. И я не знала, как с этим справиться. У каждой группы есть много разных концептов. Девочки в нашей группе очень хороши в танцах. Поэтому наши выступления привлекают внимание многих людей. Даже я считаю, что участницы Идзи наиболее очаровательны, когда танцуют. Я не говорю, что не люблю выступать. Просто мои навыки. Выступление Идзи просто великолепное. Я очень люблю девочек. Но быть частью группы, в которой все хорошо танцуют, это... Я вижу их выступления и чувствую, что девочки наслаждаются на сцене. И тогда я замечаю, что я отличаюсь от них. Дала-дала была для меня очень сложной эрой, не буду врать. Близкие поддерживали меня. Мы получили много наград. Но я не могла испытать счастье в полной мере. Я чувствовала вину и сожаление. Я ощущала большое давление не только на выступлениях, но и на репетициях. Это время было для меня очень сложным. Это была настоящая борьба, один на один. В то время Илья из Идзи была очень неуверена в себе. Но сейчас я чувствую себя лучше. И постепенно привыкаю к этому. Меня всегда утешало то, что время продолжает идти, несмотря ни на что. Время – это самое надежное. Я уверена, что если мне тяжело, то когда-нибудь это непременно закончится. Со временем станет легче. Многие мне говорят, что я пережила тяжелые времена, что я выдержала все невзгоды. Сложно объяснить значение слова «выносливость» или «стойкость». Но мне кажется, что многие люди, сами того не осознавая, могут принять это за слабость. Как негативное качество, а не позитивное. Я считаю, что тяжелее всего – это не падать духом и выдержать все трудности. Я не сдалась. А значит, я не проиграла. Для меня не проиграть означает выиграть. В конце концов, мы должны продолжать доверять друг другу и вместе идти вперед. Мы должны двигаться шаг за шагом. «Подолжение следует» «Подолжение следует» Продолжение следует...